Сегодня в нашей стране отмечается День пожилых людей. Сегодня в гостях нашей студии как раз и представители молодого поколения. Директор Департамента политической работы Центрального аппарата партии Нур-Утан Руслан Алишев. Здравствуйте, Руслан. В первую очередь спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию, чтобы поговорить на эту тему. Тема на самом деле очень щепетильная, очень актуальная, очень такая тонкая. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что сегодня Нур-Утан разработал определенный проект, который как раз таки направлен на заботу о старшем поколении. Расскажите, что это за проект и самое главное попытайтесь мне доказать, что это настоящий, практически прикладной проект, а не формальный, который, к сожалению, у нас много бывает таких проектов. Расскажите, пожалуйста. Добрый день, Ирлан. Во-первых, хотелось бы всех поздравить с уникальным праздником, Днем пожилых людей. Это праздник направлен на преемственность поколений, как раз отвечает тем задачам и принципам, которые партия перед собой ставит. Если говорить о проекте «Ардагерли Ардактек», перевод с заботой о старшем поколении, его главная задача не просто оказывать помощь пожилым людям, ветеранам, но и сохранять и приумножать традиционные ценности, которые присущи нашему народу. Это мир, согласие, толерантность, забота о старших, уважение к старшим, память о наших предках. В рамках проекта мы планируем охватить порядка 1,7 миллионов людей пожилого возраста. Это официальная статистика. Основной клиентской группой для нас являются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, одинокие пожилые люди и труженики тыла. Каким образом вы собираете информацию о тех людях, что в определенном районе, в определенной области живет тот или иной инвалид или одинокий человек-пенсионер? Источники информации очень разные. В первую очередь это официальная статистика официальных государственных органов Министерства труда и социальной защиты, данные Акиматов. И, конечно же, это данные наших первичек. То есть, я забегу вперед немного, мы проводили обследование, мы обошли где-то порядка 5-4 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Хотя официальная статистика иногда в этом отношении бывает разной. Где-то говорят о 4 тысячах ветеранах, где-то говорят о 6 тысячах ветеранах. То есть, она разнится. На самом деле, что осталось, их не так уж и много, к сожалению. Да, вот в этом плане. Как бы основное направление в рамках проекта, это создание условий для приемственности поколений, постоянного диалога. Какую задачу мы ставим? Самая главная задача изменить отношение общества к пожилым людям. Вот это самое главное. То, о чем вы говорите, да. То есть, не просто оказывать практическую помощь пожилым людям, но и консолидировать усилия общества, государственных органов, неправительственных объединений, вопроса социализации пожилых людей. Ведь зачастую какая ситуация получается, что люди, выходя на пенсию, становясь, грубо говоря, скажем так, беспомощными в отношении в глазах общества, они сами себя... То есть, экономически неактивными, да. Да, да, сами себя начинают такими чувствовать и фактически загоняют себе в угол. Даже если посмотреть, какие подарки мы дарим нашим бабушкам и дедушкам. Тапочки, халаты, тогда как могли подарить, ну, я креативно скажу, айпад. На айпаде научить эту бабушку общаться по скайпу со своими внуками, со своими друзьями и так далее. То есть, наша задача создать условия для того, чтобы ветераны, пожилые люди вошли в ту активную среду, в том числе информационную, которая сейчас существует на данный момент. А опыт есть какой-нибудь такой вот? Эксперимент в плане? Эксперименты есть частичные. То есть, у нас были закреплены волонтеры за ветеранами, когда мы их обследовали, и некоторые ветераны с интересом узнавали, что есть возможность общаться со своими друзьями-однополчанами через скайп. То есть, сами они, конечно, не могли это делать, но ребята приносили с собой ноутбуки, иногда через сотовый телефон, и как бы ветераны... А вот, Руслан, скажите, сам проект «Арда Герлер» и «Ардах Тайха», какая есть тут практическая помощь? Какими-то материальными какими-томи, или, может быть, продуктами здесь? Вот здесь подробнее расскажите об инструментах вот этого проекта. Ну, практически можно сказать так, что мы сначала должны были понять, какой группе людей нам нужно помочь. Мы выявили эту группу людей, именно ветеранов Великой Отечественной войны. Для себя в планах мы, конечно, поставили работу и с тружениками тыла в следующем году, и с одинокими пожилыми людьми. Но пока мы охватили группу в лице ветеранов Великой Отечественной войны. Мы обследовали порядка 5400 человек. То есть были созданы волонтерские группы из числа представителей первичных партийных организаций, из числа жасутановцев, из числа советов ветеранов. Эти группы встречались с ветеранами, приходили к ним домой, встречались с ними, беседовали, выявляли, какие проблемы их интересуют. Эти проблемы мы изучили. Мы поставили на контроль порядка 10 тысяч вопросов, которые ветеранов интересуют. Я не сомневаюсь, что об этих вопросах знают государственные органы, управление соцзащитой, акиматы и так далее. Но любая информация, любая ситуация, она меняется. Вы каким-то образом на контроле держите этот вопрос? И контролируете ли исполнение, как раз таки, вы как представитель правящей партии, контролируете ли исполнение непосредственно органами государственными? Да, несомненно, мы эти вопросы держим на контроле. Для себя мы, во-первых, разделили вопросы на три основные группы. Вопросы, связанные с жилищными условиями ветеранов, это порядка 20 вопросов, которые поступило. Далее, 60% вопросов у нас были связаны со здоровьем ветеранов. Это медицинское обслуживание, санаторно-курортное, обеспечение лекарственными препаратами. И где-то порядка 20 вопросов этого бытового характера. То есть предметы первой необходимости и бытовые приборы, то есть то, что необходимо человеку. Все социальные вопросы, да, острые. Далее мы через свои механизмы эти вопросы начали решать. То есть в первую очередь были решены вопросы, которые касались просто приобретения. То есть предметы первой необходимости, бытовые приборы. Далее вопросы, связанные с медицинским обеспечением, с помощью наших депутатов на местах Маслекатых, с помощью наших экспертных групп, которые обсуждают насущные проблемы граждан, с помощью филиалов на местах. Мы эти вопросы ставили перед государственными органами и контролировали, как эти вопросы реализовывались. Если брать вопрос лекарственного обеспечения, самое большое количество вопросов поступило именно по этому направлению. Конечно, люди уже при полном возрасте. Струция посол 18 лет на войну, ему в этом году исполняется 88, грубо говоря. В принципе, ветераны лекарства получают бесплатно. Есть специальный перечень лекарственных препаратов, которые они получают. Есть дополнительный список, по которому они также получают. Но в каждую ситуацию отдельно нужно везде вникать. Где-то лекарства вовремя не поступили, где-то вовремя не объявили госзакупки. Лекарства не пришло. Где-то лекарства, которые не входят в этот перечень. И здесь мы ставим вопросы. Если лекарства действительно жизненно необходимы и дорогие, значит, ставится вопрос перед Маслекатом, Маслекатом перед Экиматом о том, что нужно этот вопрос профинансировать. Если это недорогие лекарства, то есть люди, которые помогают обществу. Это меценаты, в том числе и наши депутаты, которые очень активно в этом вопросе помогают. И вообще, конечно, вопрос о ветеранах, это, пожалуй, даже отдельно стоящий вопрос, нежели о пожилых людях. Потому что их-то осталось у нас всего. Вот вы как говорите, кто-то говорит 4, кто-то говорит 6. Ну, грубо говоря, даже 5 тысяч. В следующем году их будет наверняка уже, к сожалению, к нашему большому сожалению, уже свидетелей тех самых войн уже практически и не останется. Скажите, пожалуйста, вот, отходя от той темы, что для нас всех ветераны войны, они были свидетелями тех самых войн, которые нам рассказывали. Может быть, благодаря этому вот наше сейчас среднее поколение, оно еще более или менее знает о том, что надо старших уважать, что нужно прислушаться к их мнению, что нужно о них заботиться. Чего я, к сожалению, вот пока то, что я сейчас вижу на улице, в обычной жизни не могу сказать о нашем молодом поколении. Есть такие, которые, ну, не уступают месту в общественном транспорте, есть такие, которые не оказывают никакого внимания людям более старшего возраста. Вот здесь вот как быть? Вы, как представитель партии Нур-Утан, представитель именно политической работы, при вас есть как раз такие молодежные крыло, которые называются Жас-Утан. С ними проводится хайта работа, с молодежью проводится хайта работа для того, чтобы нужно уважать старших. Ну, не только с молодежью, но и в комплексе в целом мы с обществом эту работу для себя поставили определенной целью и ведем эту работу. Здесь одним из главных направлений проекта является формирование уважительного отношения людей к этому подвигу, трудовому, боевому, который казахстанцы совершили в годы войны. И в рамках этой работы для молодого поколения, в первую очередь, мы хотим собрать ту непосредственную информацию, которая им была бы полезна. То есть, сколько героев Советского Союза или полных кавалеров Ордена Славы было в годы войны и жило после войны в Казахстане. Этих данных никто не имел, в принципе. Ни один государственный орган точными данными не владел. Мы взяли на себя эту функцию, собрали эти данные, по крупицам буквально собрали эти данные по всем регионам, восстановили данные. У нас получилось 528 героев Советского Союза. Не 518, которые мы дублировали. Да, да, да. То есть, даже данные были 175 первоначально. Официальные данные у Министерства обороны, 175 героев Советского Союза. Мы сейчас пофамильно имеем данные на 528 героев Советского Союза. Имеем данные, какой он подвиг совершил, где он был, где этот подвиг совершил, где похоронен, какие почты ему воздавались. Хорошо, давайте от ветеранов, если... Насчет ветеранов, тему, конечно, мы еще обязательно затронем. Это очень актуальная, очень больная, можно сказать, тема. Скажите, пожалуйста, вот наверняка вы тоже слышали о тех фактах, что сегодня в домах престарелых появляется все больше стариков, к сожалению, при живых детях. И уж что же тут скрывать, как раз таки в менталитете казахского народа никогда не было такого, чтобы можно было своих родителей издавать куда-то, потому что родители должны быть всегда с детьми. Как вы можете объяснить этот факт? Что есть сегодня при живых родителях? Объяснить этот факт очень сложно. Сложно в связи с тем, что... Хорошо. ...просто не должно быть. Да, факт он есть. Вот как бороться с этим? Может быть, у вас есть какие-то инструменты? Я не знаю, будучи, может быть, на телевидении, наверняка вот мы делаем определенную даже серию материалов про тех людей, которые живут в домах престарелых. Даже есть определенное, может быть, мнение такой редакции, может быть, уже и показывать их детей по телевизору и говорить, смотрите, вот у этих детей, которые сегодня живут в полном достатке, у них родители живут в домах престарелых. Я не знаю, есть ли этот, конечно, инструмент там поможет. Вот у вас есть какие-то инструменты? Как можно изменить эту ситуацию? Ну, в первую очередь, это, конечно же, работа с людьми. Работа с людьми через средства массовой информации, через наших активистов, через тех людей, которым не безразлична судьба людей, находящихся рядом. Вот. Далее, у нас есть проект 50 лиц партии. Так. Проект 50 лиц партии в себя включает работу с активом на местах. То есть мы формируем активистов из членов партии, которые занимаются повседневной работой с людьми. И именно эти люди, принимая во внимание тот факт, что такого не должно быть, они объясняют населению, помогая на практике где-то людям и фактически следя за этим вопросом. Кроме того, в партии реализуется проект Бакатабалова «Счастливое детство». Он направлен на обеспечение условий жизни для детей-сирот. То есть дети-сироты находятся в детских домах, у них есть определенные проблемы при получении жилья и так далее. И у нас есть определенная связка, да, чтобы мы людей, одиноких пожилых людей могли связать с этими детьми, которые живут в детских домах. Фактически те и другие. Конечно, потому что они идти-сироты получают. То есть и показывая это обществу, что это нормальная ситуация, когда люди тянутся друг к другу, когда они могут разговаривать, когда они помогают друг другу. Вот даже если волонтеры, которые обследовали ветеранов, была девушка, девушка, которая помогала ветерану. Оказалось, что этот ветеран работал на заводе имени Кирова в Петропавловске. И этот ветеран этой девушке помогал описать курсовую работу, потому что она имела опыт работы в конструкторском бюро. Она знала, что такое чертежи, знала, как подходить к каждой детали. Она вытачивала эти детали своими руками. И вот будучи уже как волонтер встретиться. Будучи волонтером, да, она встретилась с этой бабушкой. Они друг друга, в принципе, как бы напитали. Это чужие люди абсолютно друг к другу. Девушка, казашка, бабушка, русская Гладкова, Гладкова Мария, по-моему, если не ошибаюсь. И как бы пропагандируя эти вещи, я думаю, можно будет добиться. Добиться тех вещей, что дети не будут своих родителей отдавать. Большое спасибо, Руслан, вам за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. К сожалению, время нашей программы истекло. Но много недоговоренного, знаю, осталось между нами с вами. Но это будет хорошим поводом, думаю, встретиться здесь на программе интервью на телеканале 24 Киже. Это еще раз и, может быть, даже и не раз. Так что большое вам спасибо. А я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях в нашей студии был Руслан Налишев, директор департамента политической работы центрального аппарата партии Нур-Отан. Руслан Налишев, директор департамента